Компания InfoGreams стала счастливым обладателем эксклюзивных прав на издание игр по мотивам нового шедевра Голливуда Терминатор 3. Восстание машин. Разумеется, на основе этого супер-блокбастера выйдет далеко не одна игра. Первая из них, созданная непосредственно по фильму, появится на прилавках одновременно с кинопремьерой, назначенной на середину лета будущего года. Чуть позже выйдет не связанная с новым фильмом Терминатор. А на телевизионных приставках нового поколения в конце будущего года выйдет игра по мотивам самого первого классического Терминатора. 25 сентября на прилавках магазинов появится долгожданное продолжение известного российского симулятора космического истребителя Шторм. Продолжение получило звучное название Шторм. Солдаты неба. В Солдатах неба выберете на себя роль уже не зеленого курсанта, а опытного инструктора, ведущего новобранцев на первое боевое задание. Вас ожидает более 50 новых миссий, новые боевые машины, новые враги. Одним словом, много всего нового. В августе в восьми городах Украины стартует второй Кубок Украины по компьютерным играм. Кубковые соревнования проводятся в рамках второго чемпионата всемирных кибер-игр. Организатором чемпионата выступает всемирно известная компания Samsung Electronics. Координатором игр является рекламное агентство Dialo. Новости игр предоставлены компьютерным клубом «Башня». Это последний выпуск на сегодня. В студии была Наталья Редкова. До свидания. Главный по играм опять помешался на мистике. Как очередная стрелялка задерживает, он откопает что-нибудь про средневековье. Ходит с сомным видом, заклинания бормочет. Ужас. Приятно вернуться в забытый мир. Ничего не изменилось. Вода. Песок. Вон. Одинокий парус. На горизонте. И я. Как дурак. Ни еды. Ни ночлега. Третий раз сюда прихожу. И ничего. Денег нет. Перспектив никаких. Но зато планов. Вот, например, такой. Осушить залив и построить здесь город. Как вам? Мне тоже не очень. Эдвент Денжин энд Дрэгон. Улучшенные подземелья и драконы. Легендарная система правил ролевых игр. Первая редакция, которая появилась еще в 70-е годы и, собственно, стала основой жанра. Эта система не что иное, как конструктор, позволяющий собирать миры. Neverwinter Nights — одна из новейших подобных игр. Более того, она создана на основе последней, третьей редакции AD&D. Действие игры разворачивается в Fagotan Realms, одном из самых популярных AD&D миров. Этот мир чем-то похож на средневековую Европу, где никого не удивишь ни магией, ни подземельями, ни улучшенными драконами. Если быть более точным, то игра переносит вас на север этого мира. На пустынные скалистые берега Sea of Swords — моря мечей. Разумеется, забытые королевства — полностью трехмерный. Отличный графический движок делает далекий сказочный мир завораживающе реальным. Странно. Странно. Все, что нажито непосильным трудом, не работает. Хм. Оцерело, что ли. Не знаю. Третий час пытаюсь еду заказать. Я уж все, и карты и так метал, и это, и жезлом по шару поэтому бил. Ничего. А между тем есть хочется, хочется есть. Да и согреться не мешало бы. Так, я так понимаю, что тут два варианта. Либо это место кто-то до меня заколдовал уже, либо здесь ничего нет. Вообще. Пусть. Ну и что, эконом...